еще раз здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма петерсон и снова эдуард петер но не в этом дело дело в том что я вам пообещал что сразу за сегодняшним утром видео последует второе где я буду пытаться сделать выпечку первый раз жизни но имея интернет имея такой ресурс как youtube всегда можно что-то найти и быстро научиться поэтому вот будем делать зайцев что первое приходит в голову это надо сделать тесто что нам надо для теста ну конечно мука сахар соль яйцо потом это дрожжи молоко и масло больше нам пока ничего не надо первое что надо сделать надо сделать само тесто для этого мы сейчас возьмем так сколько здесь грамм этого дрожжей 42 грамма я считал читал что надо 10 8 на килограмм получается на 500 грамм муки по моему 20 но мы возьмем 10 я буду все делать по маленького уже сделать но всего четыре зайчика потому что на больше я пока не риск давайте начнем я взял стакан теплого молока и вот сейчас мы с вами туда эти дрожжи то и накрошим вот десятую часть я возьму на больше мне не надо и вот в общем надо там их растворить как советует обычно через пять-десять минут они должны раствориться ну я немножко помогу с помощью вилки думаю от этого не станет хуже мы с вами возьмем сейчас муку и насыпем вот столько муки то просят меня перфекционисты что я вам не говорю граммы я чистую и действую чисто по мужскому способу возьмем вот форту вот это вот это досыпем сюда и она должна получиться так что мы делаем ну во первых мы сейчас ее хорошенько посолим не соленый заяц это уже не заяц размешаем я учитываю то что эта штука она же увеличится в размерах раза в два должна увеличиться поэтому я не беру то есть я рассчитываю что вот будет две третьих теста а этого должно хватить на четыре зайца теперь в муке сделаем такое углубленица и зальем сюда вот эту смесь помешаем вот так грубенько сначала помешаем и теперь нам надо дать ей постоять 20 минут ну почему не дать 20 минут постоять некоторые говорят надо в темноту поставить ну я не знаю я пока так оставлю теперь когда впиталось все мы сделаем следующие добавки возьмем тут маслица примерно столько так а яичко так потом сахар ну и думаю здесь как раз то что нужно все кроме еще я хочу вот у меня апельсинчик остался сейчас вам еще апельсинового соку добавим некоторые говорят что это очень вкусно ну что теперь ну теперь начинаем мешать это все делаем делаем замес я конечно мог свой станок подключить он мне тут за пять минут все намешал но у вас же его нет поэтому вот приходится так как я это все так хорошенько размешал сделаем следующее и этот колобок сейчас сюда отправим так теперь когда тесто у нас готово мы дадим ему подняться для чего возьмем опять тарелочку чашечку и сверху ну все пол часика передых я пока здесь уберусь ну вот тесто подошло и мы с вами начинаем давайте подъедем поближе чтобы вы видели что я делаю так я беру вот такой кусочек теста поступаю здесь разминаю и начинаю делать такую колбаску длинную колбаску сантиметров я думаю 30 теперь отрезаем и его примерно вот такую часть так это у нас голова а из этой делаем такую загогульку вот так это будет у нас хвостик это будет лапка передняя так сюда прилепим голову а ушки разрежем вот так и получил вот такого зайчика сюда мы сделаем изюминку ну и кроме этого надо еще это прилепить я взял немного молока и желток сейчас размешаю хорошенько здесь мы смажем водичкой простой говорят что надо брать подсоленную нужно это для того чтобы это место скрепилась хорошо зайчика голова и сам корпус в итоге у нас получилось вот нечто сейчас я разверну нечто вот такое что мы сейчас уложим на бумагу ну и так же создадим остальных трех зайцев и напоследок у меня вот остался совсем маленький кусочек я сделаю совсем тоненького маленького зайчика тем маленького сделаем зайчика и маленькую изюминку надо найти сейчас посмотрим где нибудь маханьку такую изюминку ну пускай вот это будет глазастый ничего страшного вот такой и тоже на противень ну а теперь когда они уже лежат на противень давайте мы их смажем вот этим самым желтком с молоком и поставим в печь я разогрел ну кто-то говорит 170 градусов кто-то говорит 200 я попробую ни тем ни другим 180 сколько потребуется я вам потом скажу сейчас не могу вам сказать опыта нет я буду только поглядывать чтобы стала корочка коричневый такой золотисто коричневый и не ушла ну не сгорела короче поставим на среднюю даже чуть поближе к верху чтобы запиталась так я ставлю на 200 на 180 ставлю 180 сдаю сначала 10 минут а там видно будет да? ух ты наверное я не рассчитал там целые зайчищи получается огромные такие большие зайчищи ну ладно что получится то получится уже начали подрумяниваться ну вроде как они набрали уже сейчас я сделаю проверочку как моя жена делает обычно с яблочным пирогом если ничего не прилипает значит готово вроде ничего не прилипает так дам еще две минутки все ребята я думаю что пора да хе-хе-хе-хе-хе они слепились вот тут эти два и получился зайцы акробаты получились очень большие такие и вот изюмины отваливаются почему? потому что я видел что их надо было глубоко туда запихать чтобы они затекли и тогда бы у нас получилось так маленький у нас вроде бы тоже получился но гваз отвалился из чего делаем вывод самый первый был самый правильный вот мы его сейчас и оторвем вот она красавица а эти пойдут на съедобную часть так ой какая мягкая приятная такая ну что ж пришла пора взять в руки нашего героя зарумяниного и начать с ним фотосессию но сегодня я хочу провести немножко по-другому потому что мы не будем говорить сегодня вообще о свете а что о нем говорить он просто освещает потому что делаем для стока стоку не нужны какие-то там завороты навороты как я понимаю осветили ладно но в таком случае мы должны какую-то дать идею какую-то не просто вот взять нашего зайца может быть даже и нужно взять зайца и сфотографировать на тарелке все может быть кому-то нужно наверное но сегодня будет речь не об этом я сегодня хочу вам рассказать вообще как рождается натюрморт или композиция понимаете ни один натюрморт нормальный я имею ввиду ни одна композиция не может быть бессмысленной то есть вы не можете взять мясорубку потом апельсин и еще что-то но может получиться абстрактную натюрморт но он все равно какую-то несет 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 художник туда вкладывает фотограф вкладывает да смысл так вот я вам предлагаю сделать следующее давайте представим на минутку что пара влюбленных после очень и очень горячей и приятной ночи молодой человек встает потихоньку идет на кухню и у него есть желание каким-то образом отблагодарить показать свою любовь к этой женщине которая дала ему столько тепла и радости в эту ночь и он решает ей приготовить завтрак в постель да но как бы немножко по-другому потому что он помнит что сегодня наступила пасха и надо как-то приурочить а до этого он там за пасху кое-какими делами и вот это основная мысль что завтрак любовь и вот это самодельное вот существо этот заяц как бы все это с душой все это действительно на волне любви и как это можно себе представить вот давайте я вам покажу свой вариант давайте начнем со следующего что вот есть символ это пасхальные яички крашеные есть интересная коробочка в виде цыпленка хорошо давайте фотографировать я сейчас буду фотографировать и вам показывать как изменяется натюрморт вот снимаем допустим вот эту причем мы не ставим ее не в лоб а немножко разворачиваем вот так да все хорошо любовь любовь это сердца и поэтому вот у меня есть такая милый такой подвесная что не знаю для чего но на нем написано кисми то есть поцелуй меня да ему мало что лучше было вот так поставим понимаете снимаем вот это уже маленький маленький такой натюрморт это уже символ чего то да то есть все здесь правильно хорошо уравновешено но нам нужен заяц пошли за зайцем он же его пек и мы не можем его положить просто так он должен быть на тарелочке да так вот где то так мы его поставим давайте посмотрим вы видите все хорошо уложилось и тоже это почти уже законченный натюрморт по сути дела заяц есть яйца есть все кваска приготовлено сердечко есть но если мы говорим что это завтрак то завтрак должен быть сладенький такой да поэтому поэтому мы сейчас возьмем мармеладику и сюда поставим мармеладик но не хватает молока все таки сухомятку тоже вы знаете поэтому вот я взял чашечку хорошую белую чашечку налил в нее молока а так как она у нас зайчик коричневый она не помешает даже если мы поставим за зайчиком и он перережет эту чашку это не важно главное показать дужку что там молоко и это уже замечательно фотографируем вот получилось да и все таки вот какой то мелочи не хватает как бы для меня во всяком случае не хватает этой мелочи и что бы это могло быть это мог бы быть нож такой я купил тут как раз тоже вместе с этими картинками покупал ножики но мне больше нравятся ложечки почему-то поэтому я положу сюда ложечку сейчас и сделаю заключительный снимок я очень уверен что все будет уже хорошо как вы видите в итоге у нас получился вполне светлый такой чистый праздничный и осмысленный натюрмортик который я думаю что стоки у меня примут мне почему-то так кажется ну а теперь я пойду фотошоп там немножечко подсветлю я думаю что надо все равно как бы сделать более светлый фон и потом мы с вами вернемся ну вот я снова с вами вот наша картинка в фотошопе я буквально там просто высветил фон и убрал пятнышки от моей матрицы вот и все выводы во первых когда мы лепим зайцев получается так что надо чуть-чуть потоньше их делать иначе они вот становятся такие уж очень пышные но с другой стороны вот учитывать надо просто делать подлиньше уши да они спекаются да вместо изюма может быть или дальше вдавливать или брать какой-то другой предмет вот тот же маленький орешек допустим или еще что-то а так очень и очень хорошо то есть машина сработала я к сожалению не буду вам показывать дегустацию я как бы во время фотографии все продегустировал ну очень они пахли хорошо и аппетитно выглядели и тесто получилось замечательное в общем все вот рекомендация да ну не вынесла душа по это так теперь учитывая вот эти нюансики маленькие я может быть завтра послезавтра сделаю целую когорту такую да и продолжу уже скажем такой более более большой натюрморт более сложный там на дереве господи так вот на этом мы можем с вами закончить я надеюсь что вот такой подробный ввод про тому как я строил это натюрморт и чтоб я при этом думал и как я это все ставил вам поможет в вашей работе я очень надеюсь ну а пока этот я не буду доедать нет он у нас на следующей сессии пойдет пока я просто с вами прощаюсь всего вам доброго до свидания до свидания